Аллаху салату ассаламу. Продолжаем темы касательно священных слов произнесенных пророком в Вознесении То есть в ми-ар-ади Когда он непосредственно общался со Всевышним Аллахом И эти те же самые слова, которые мы каждый день в намазе произносим. Итак, изложим один из смыслов Святой Беседы в ночь Вознесения Мухаммада, которая свидетельствует о том, что проявление святого качества знания, то есть знания Аллаха, видимые в видах созданий во Вселенной, весьма явным образом показывает Пресвятую Сущность Господа, то есть Бытие Аллаха и Его Единства. Так что удостоившись встречи со Всевышним и Его обращением, вдруг сказав, то есть Прагубль сам произнес Ат-та-хияту аль-мубаракату ас-салавату аль-гивату лиллах «Будучи представителем и послом от имени всех живых существ и разновидностей созданий», то есть как имам в намазе, пророк алей-салавату, поклонение всех созданий от своего имени преподнес Создателю, поклонение всех творений Творцу преподнес. В образе, в котором все они, то есть эти создания, с проявлением в них качества знания сообщает о своем Господе, пророк алей-салавату ас-салавату ас-салам вместо приветствия с саламом представил Создателю от всех обладателей разума поднощение всех живых существ, то есть четырьмя словами Ат-та-хияту аль-мубаракату ас-салавату аль-гивату от всех живых созданий, от четырех их видов, на проявление извечного и вечного знания, знающие все скрытое Творца, Он показал их благожелательство, благоскловенность, поклонение и правильные познания. То есть поклонение всех созданий, четырех видов разных созданий, то есть каждый из этих слов выражает собой поклонение каких-то созданий. Вместо приветствия, то есть непосредственно без завес, когда все ущем встречался, пророк алей-салавату ас-салавату ас-салам, он вот эти слова произнес. Поэтому чтение во время Тачахуда, то есть вот Ат-та-хият, когда вот сидим в намазе, читаем, этой святой беседы Вознесения в ее широком смысле стало обязательностью для всех мусульман. То есть обязательным чтением стало. Первое указание. Ат-та-хияту лиллях. Краткий смысл этого таков. То есть что значит Ат-та-хияту лиллях? То есть через некоторый пример. Если какой-либо мастер с глубоким знанием и чудесной смекалкой сделает какую-то необыкновенную машину, то каждый, кто видит, одобрительно поздравляя этого мастера, зааплодирует ему и с похвалами и благосклонностями одарит его материальными духовными подарками и благопожеланиями. И эта машина тоже, работая точно так, как задумал этот мастер, прекрасно показывая все его замыслы, все его необыкновенно тонкое искусство, знания и умения, языком своего состояния будет аплодировать этому своему мастеру, поздравлять его и одаривать духовными подарками и благожелательством. То есть если я вот сделал какую-либо машину, пусть будет автомобиль, пусть будет компьютер, пусть будет телефон, разницы нет. Если и каждый, кто увидит это прекрасное его творчество, начинает его хвалить. Машалла, как ты хорошо сделал. И если эта машина выполняет полностью все функции, которые задумал его мастер. То есть если эта машина хорошо едет, разгоняется, тормозит, если телефон хорошая камера снимает, хорошо связь хорошая, все, она своим состоянием хвалит своего мастера. То есть делает ему восхваление. Показывает, насколько он обладающий знанием, могуществом, так далее, так далее, так далее, богатством и так далее. И точно так же все племена живых существ во Вселенной, каждая из них и каждая их единица, является всесторонне чудесными, необыкновенными машинами, языками состояния своих жизней, так же, как разумные создания люди, джинны и ангелы языками своей речи, они благожелательно аплодируют и говорят «Аттахияту лиллах», то есть все поклонения принадлежат Аллаху, поздравляя своего всемогущего Творца, представляющего себя глубокими и тонкими проявлениями своего всеобъемлющего знания, видящего связь всего со всем, и знающего все, что нужно для жизни каждого существа, совершенно точно доставляя это ему. То есть, как, например, какое-либо творчество становится зеркалом знания того, кто его сделал. Возьмем какой-то новый айфон там или что-то, да? Если за этим творчеством не стоял бы какой-то инженер, обладающий знаниями, даже там не один, а там целое человечество чуть ли не стоит, там годами они это все узнавали. Столько. То есть, его чертеж, его там, эти микросхемы были бы невозможны, не появилось бы это. Точно так же, если сравнить, допустим, сотворение самого человека, взять, допустим, самого человека, его сотворение посмотреть, то в нем, в сотворении человека настолько явно знание проявляется, что явно создать такое с этой камерой, которая, например, глаза, допустим, язык, который урожает смысл там, еще не смотря уже даже души, даже просто даже, допустим, этот мозг, как компьютер, да? Только даже материально. Такое создание, абсолютное знание нужно, чтобы его создать. Вместе с его взаимосвязями со Вселенной, то есть, связанной с Солнцем, и с Землей, с другими людьми и так далее, то есть, явно показывает проявление божественного знания, его прекрасных имен, и восхваляет его. То есть, смысл восхваления в чем заключается? Когда ты кого-то, например, говоришь, какой ты, например, знающий, какой ты богатый, какой ты сильный, тем самым, ты что делаешь? Выявляешь его совершенные качества, получается, и это является восхвалением. Точно так же, любое живое существо, любая вещь, она что делает по своим способностям, своим состоянием показывает и говорит, своим состоянием говорит Всевышнему как бы, да, и другим созданиям, насколько Всевышний обладает знанием совершенно, насколько он прекрасным могуществом, красотой и так далее. То есть, своим состоянием что делает? Восхваляет своего Создателя. И Пророк Мухаммад, все их поклонение, вот это естественное их поклонение, которое в сотворении их проявляется, выполнение их функций, что сделал, преподнес Творцу от имени всех созданий всей Вселенной. То есть, такой интересный момент есть. Если сравнить искусство человека, показывающее наличие знания человека, если какое-то искусство мы видим, мы видим там, насколько его мастер обладает, сколько у него знаний, допустим, если это какое-то примитивное что-то сделали, допустим, табуретка, ну, значит, для этого особого знания не нужно было. Уровень знаний небольшой. Или там какой-то самокат ребенок сделал, два подшипника, три гвоздя. Понятно, что это, ну, знания не так особо. Если какой-то, видим, допустим, какую-то электронную современную вещь, а те, кто делали его, у них знания уже уровень намного выше. И если сравнить вот это искусство человека, показывая, показывающее наличие знания у человека, у людей, с искусством сотворения самого человека, то есть сам, если взять тело человека как искусство, его, допустим, и душу, и тело, и, допустим, все, как Аллах его создал, с этим, если сравнить, насколько Всевышний Аллах обладает знанием, насколько там в человеке, в сотворении человека знания проявляются, то это будет, как если сравнить светлячок ночи с ярким солнцем в полдень. То есть, настолько сотворение человека, вот, допустим, постоянно, значит, мы такие удивительные знамения видим, просто на себя, если посмотрим, сотворение нашего тела с его, допустим, камерой, этим компьютером в голове и всеми другими приспособлениями, что видим? Явное, как солнце, проявление такого качества Аллаха, как знание. То есть, такое явное доказательство. Далеко ходить не надо, чтобы доискать доказательства Творца. На свое тело посмотришь, как солнце показывает знание Творца, потому что, например, искусная какая-то машина без знания не бывает. Это стопроцентный факт, который мы знаем. И такая машина, как наше тело, конечно же, показывает своего создателя и его единство. И ценности их жизни прямо и непосредственно представляют их создателя, показывают знающего всех созданий во всех их состояниях. Что Мухаммад, алейсаляту в салам, в ночь вознесения от имени всех живых существ, вместо приветствия саламом сказал перед необходимым сущим «Аттахияту лиллях», преподнося ему тем самым благопожелания, дары и духовные приветствия всех родов живых созданий. «Да, так же, как простая исправная машина своей общей точностью и внешностью несомненно показывает умелого и внимательного мастера, так и каждая из бесчисленных живых машин, заполняющих вселенную, показывает в себе тысяча одно чудо-знание». То есть его внешние и внутренние чертежи, его взаимосвязь с другими созданиями и так далее. Чудо-знание. Конечно, насколько сияние солнца ярче огонька светлячка, настолько же проявлениями в них знания эти живые существа явно, весьма явно свидетельствуют о необходимости существования и достойности поклонения. То есть именно он только достоин поклонения их мастера и вечного владельца умельца, кто их сотворил. Второе святое слово вознесения «Аль-Мабаракяту». То есть второе слово «Аль-Мабаракяту». Поскольку согласно хадису намаз является вознесением верующего и удостоен проявления великого вознесения, то есть маленьким миараджем каждого человека верующего является его намаз. И поскольку наш путник в каждом мире нашел своего знающего все-сокровенного создателя по такому его качеству как знание, то есть как пример здесь человек ищущий своего творца, то мы тоже войдя вместе с этим путником в широкий мир благословенных созданий и говорящих при их виде «Да благословит Аллах марк Аллах», а также всех благословений созерцая и изучая этот мир благословенностей, начиная с безгрешных благословенных детенышей всех одушевленных существ, а также семян и косточек, являющихся коробочками и программами и судьбами всех живых созданий, постараемся, подобно этому путнику, с научной несомненностью познать нашего создателя по чудесным тонким проявлениям его святого качества знаний. Да, мы собственными глазами видим, что все эти невинные детеныши и эти благословенные шкатулки и сундучки то есть эти семена косточки все вместе и по отдельности с сознанием одного мудрого и всезнающего получает импульс для того, чтобы вдруг проснуться и двигаться к цели своего сотворения, побуждая тех, кто смотрит на них с точки зрения истины сказать тысячи раз баркаллах, сто тысяч раз маашаллах. Да, например, семя животных, яйца, семена и косточки вдруг с идущим от знания тонким порядком и с идущей от того искусственного порядка полной взвешенностью, то есть такой гармонии в точных мерах, а та взвешенность в новой упорядоченности, которая лежит среди еще одних выверенностей и уравновешенностей, они же в свою очередь среди различий, правил и отличительных признаков от своих подобий, которые также среди искусственных нарядностей и украшенностей, и они тоже среди мудрых, подходящих и совершенных оснащения и придания образов, они же среди различных различий мякоти тех созданий, например, это плод и плодов и их съедобных частей для щедрого удовлетворения вкуса тех, кто требует пищи, что также находится среди весьма разнообразных чудесных узоров и украшений, выполненных с большим знанием, и это тоже среди разных преразных хороших запахов и приятных вкусов, в совершенной гармонии, будучи разделенными и отличными друг от друга, без путаницы и ошибок обретают свои образы. То есть именно кто-то ведет их к такой намеченной цели в их развитии и на каждом этапе различные законы и различные вероятности развития, но кто-то именно их убирает знанием и оснащает такими-то качествами определенными. И каждый сезон продолжается это необыкновенное состояние, среди которого эти благословенные создания все вместе и по отдельности вышеупомянутыми пятнадцатыми языками сообщает о необыкновенной искусности и чудесном знании своего мастера, показывая словно солнце знающего все сокровенное необходимо сущего Творца. Так вот, ради этих очень широких и блестящих свидетельств и их благословений Творца ночь вознесения Мухаммад алейхиссаляту ассалям говорящий от имени всех созданий вместо саляма сказал слово аль-мубаракату то есть от имени этих созданий и таких вот мудрых процессов Рок алейхиссаляту ассалям произнес аль-мубаракату лиллях еще два слова вознесения ставим на следующий урок субханак ла альм лена илля ма алламтана инна ка антал алейм хаким вальхамду лиллях раббил ааламин